Добрый день, меня зовут Илья Краснов, я продакт менеджер компании Brain и сегодня я хотел бы представить вам наше новое удилище для карповой ловли Brain Evidence. При создании данного удилища во главу угла, прежде всего, ставилась дальнобойность, ведь, к сожалению, все меньше и меньше встречаются водоемы, где большие увесистые карпы ловились бы с маленьких или средних дистанций и тем более не следует рассчитывать на успех, если на соревнованиях вы не можете перекинуть своих соперников, которые находятся слева или справа от вас. Прежде всего, обращает на себя внимание чехол нашего доказательства, именно так переводится название данного удилища. Чехол неопреновый, плотный и устойчивый к механическим повреждениям и хоть карповое удилище обычно перевозится в халдалах, такая дополнительная защита не будет лишней. Закрывается чехол на липучке, отделений два. Из этого можно предположить, что и колено удилища тоже два, так оно и есть. Удилище подчеркнуто быстрого строя и для того, чтобы загрузить evidence на забросе, придется поднапрячься. Бланк удилища действительно тонкий, его диаметр в месте выхода из катушка держателя составляет всего 14 миллиметров и это для более длинной и соответственно более мощной модели длиной 390 сантиметров. Да, модели всего две, 390 и 360 сантиметров с одинаковым тестом 3,5 фунта. Вес более короткого удилища составляет 360 грамм, более длинного 399 грамм. Малый вес, тонкий бланк и быстрый строй удилища это прежде всего заслуга материала, из которого эти удилища изготовлены. Это 46-тонный карбон от японского концерна Торей. На сегодняшний день 46-тонный карбон является максимально модульным материалом, используемым для силовых удилищ. Хотя, конечно, работы по улучшению материалов ведутся не останавливаясь. Кольца от компании Сигайт с вставками из инновационного материала, который называется нитрид кремния. Он еще более крепкий и легкий, чем классический карбид кремния, так называемый СИК. Кроме того, вставки максимально тонкие и, соответственно, легкие, что также положительно влияет на общий вес и динамику работы удилища. Также следует отметить, что благодаря тонким вставкам при постоянном диаметре увеличился внутренний диаметр кольца. Это положительно, по крайней мере, чисто психологически влияет на достижение дальних дистанций и совершение максимально дальних забросов. Все кольца, установленные на Эвиденсах, противозахлестные. Первые два кольца двухопорные, остальные одноопорные. Диаметр входного кольца составляет 42 мм, что полностью соответствует 50-му номеру по общей принятой нумерации. Тюльпан также увеличенного диаметра, 16-го номера. Внутренний диаметр вставки составляет 12 мм. Тюльпаны такого размера без проблем переживают и узлы шоклиделов на силовых забросах, и случайно прицепившийся кусок травы при вываживании. Рукоятка классическая, разнесенная из плотного этилменил-ацетата, так называемой Евы. Ее длина составляет 69 см от нижнего края до середины катушка-держателя для удилища длиной 390 см и 62 см для более короткой модели. Катушка-держатель максимально простой и надежный. Это классический ДПС от японской компании Фуджи. Гайка, установленная на катушке-держателе, нижняя. Она дополнительно закрыта вставкой из этилменил-ацетата для предотвращения надавливания ладони при силовых забросах или вываживании. Нижняя часть рукоятки Бэткап металлическая с разорной гравировкой. Оптимальный вес забрасываемого груза составляет 110-115 г для более короткой удочки и 115-125 для модели длиной 390 см. Кроме того, удилищем длиной 390 см можно вполне комфортно кормиться с помбом размера миди на средних и дальних дистанциях. Надеюсь, в следующем сезоне мы увидим удилище Brain Evidence не только в руках кропятников, но и в руках спортсменов, выступающих в состязаниях по кастингу, по забросу оснасток на максимально дальние дистанции. Желаю вам натянутых лесок, ловите с дальника и до новых встреч!